Всем здравствуйте! Меня зовут Жасмин Александр Крин, я переводчик и магастрант в университете Стэнберта. Это большая часть сегодня представить нашей гостей, некоторые из самых ярких игр, которые сейчас пишут на русском языке. Калина Леонидовна Язюфович – знаменитый литературный критик и преподаватель. Ее рецензии изменили российское литературное сообщество и опубликовались в таких изданиях, как «Ведомости», «Знамя», «Оттябрь», «Огонек» и «Медуза». Еще она автор двух книг «Удивительные приключения Рэйбы Лоцмана» и «О чем говорят бестселлеры». В 2014 году она стала обозревателем независимой медиа «Медузы» и в 2018 году стала одной из ведущих отличного подкаста «Книжный базар». Она руководит также мастерской литературной критикой в Creative Writing School в Москве и ведет YouTube-канал, по которым также обсуждается современная культура. Евгений Германовица-Водолазькин – известный писатель и литературовед. Его романы переведены еще на больше 30 языках, включая «Лавр», который стал лауреатом премия «Ясная поляна» и «Большая книга», «Авиатор», который вошел в шорт-лист премия «Нос» и «Оправдание острова», который попал в шорт-лист в «Большой книге». Кроме того, он является специалистом древно-русской культуры и писал томы о литературе деревни Руси и произведениях Дмитрия Илькачева. Юрий Львович Слезкин – выдающийся историк, этнолог и словист. Он является заслуженным профессором истории в Калифорнийском университете Беркли, был научным сотрудником в Институте Хобера, Международном институте Мичиганского университета и Мемориальном фонде Джона Саймона Гугенхайна. Его произведения включают влиятельную статью «СССР как коммунальная квартира», а также книга «Эра Меркурия. Евреи в современном мире», которая выиграла National Jewish Book Award, и «Дом правительства Сар-Агурской революции», которая стала лауреатом премии Джорджа Эл Моссе. Прошу вас тепло поприветствовать Калину Леонидовну, Евгении Германовича и Йоя Ивовича. Спасибо огромное, Жасмин, за это представление. Большая честь для нас всех, я думаю, быть здесь сегодня. И я буду модератором сегодняшней встречи. Кроме того, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что изначально, когда мы с Анной Васильевой планировали нашу сегодняшнюю встречу, мы думали о четырех участниках, и с нами незримо присутствует еще Людмила Евгеньевна Улицкая, знаменитая русская писательница, лауреат всех премий, переведенная на множество языков. И Людмила Евгеньевна согласилась письменно ответить на те вопросы, которые я разослала участникам дискуссии. Так что в некоторых случаях я буду себе позволять зачитывать ее ответы для того, чтобы у нас было ощущение, что Людмила Евгеньевна тоже сегодня знает. Я думаю, что все собравшиеся примерно представляют себе ту колоссальную проблему, которая представляет сегодня российская история не столько даже для исследователей, не столько для ученого, сколько для человека, берущегося рассуждать о ней в публичном пространстве. Это область, которая крайне болезненная. В России до сих пор сегодня вполне всерьез можно поссориться с довольно близкими друзьями из-за оценки, не знаю, роли Иосифа Сталина в отечественной истории. И разговор о репрессиях, разговор о Второй мировой войне, да даже и о более ранних периодах, разговор об Иване Грозном, например, очень часто бывает чреват разного рода конфликтами, проблемами и очень-очень болезненными реакциями. И первый вопрос, к которому мне бы хотелось, наверное, обратиться к моим собеседникам, это вопрос о том, что же делать с той огромной исторической травмой, которую представляет собой сегодня практически все наше общее прошлое. Иногда кажется, что наилучший выход из этой ситуации просто не обсуждать, не полемизировать, не затрагивать в публичной риторике те темы, которые могут спровоцировать конфликт, которые могут спровоцировать болезненную, мучительную реакцию и совершенно непродуктивную, честно скажем, публичную дискуссию. И я бы хотела, наверное, обратиться сначала с этим вопросом к Юрию, поскольку он ходит по этому минному полю постоянно, потому что если Евгений специализируется как ученый, да и как писатель в значительной степени тоже на более ранних периодах отечественной истории, то Юрий работает с темами, которые просто вызывают мгновенный взрыв эмоций у самых разных людей. Итак, Юрий, что же нам делать с нашей исторической травмой? Насколько целесообразным вам представляется ее обсуждение в публичном пространстве? Не строго академическом, а именно публичном? Ну, во-первых, скажу, что мое поле не очень минное, потому что все-таки я не в России живу, и хотя я читаю обо всем том, о чем вы сейчас говорили, но в меньшей степени подвержен этим вещам, чем вы или Евгений, люди, которые живут в России. Во-вторых, у меня вызывает сомнение термин «травма» по отношению к коллективному субъекту, ну и в частности к российской истории. Потому что мне кажется, что даже в случае индивидуальной травмы не всегда понятно, а на самом деле всегда или почти всегда непонятно, какой опыт становится травмой, какой неприятный или страшный опыт становится травмой, кто это решает и как от нее избавляться. А если речь идет о коллективной травме, то эти вопросы делаются практически неразрешимыми, мне кажется. И тот факт, что мы живем в культуре травмы сейчас, в значительной степени или в очень сильной степени влияет на то, как мы смотрим и на российское прошлое. Эта культура возникла на Западе, и можно даже сказать, что то, что, согласно некоторым взглядам, культура чести, которую делала человека чрезвычайно уязвимым, в какой-то момент сменяется культурой достоинства, которые не нужно защищать столь же ревностно. А теперь происходят некоторые революции в направлении культуры травмы, где люди чрезвычайно уязвимы. При этом у них старого понятия чести нет, а уязвимость очень сильная. Но вот к тому, что вы говорили, интересно, например, про сталинский террор или вообще репрессии того периода, что если пойти к Соловецкому камню в день поминовения жертв, то может создаться впечатление, что травма была только у одной интеллектуальной элиты. Если посмотреть на людей, которые там присутствуют и это читают, а у других или не было травмы, или была травма, но они не знают об этом. Если она была, но они не знают об этом, то тогда кто может им об этом сказать, кто этот авторитет? И вы упомянули, конечно, войну, и тоже непонятно. Война для кого-то травма, для кого-то не травма, и кто это решает? Потому идеология победы, это непонятно, что это не про травму, а идеология скорби и страдания как бы не про победу, она может быть про травму, но, мне кажется, это в значительной степени вообще о другом, о легитимности современного российского государства, об отношении государства вообще и к нынешнему в частности. И тут Сталин играет важную роль. То есть я скептически вообще отношусь к изучению травмы, как это сейчас происходит. И я не вижу способа говорить о коллективной исторической травме в исторических терминах, так сказать. То есть это может быть объектом исследований, почему люди так об этом говорят. Но что это такое, откуда это берется, и какой опыт становится травмой, и это, в общем, объект дискуссии, так скажем. И все-таки, мне кажется, что вполне ощутимо то, что для большого количества людей, живущих в России, история – это источник боли. И то, что те, кто приходят к Соловецкому камню, для тех наших слушателей, кто не знает, у нас есть традиция, по которой каждый год возле камня, установленного в память о жертвах сталинских репрессий, собираются люди и осуществляют такое ритуальное действие, читают вслух имена репрессированных. И, конечно, среди имен репрессированных далеко не преобладают имена представителей культурной элиты. Это тоже важно понимать. Когда я ходила читать имена к Соловецкому камню, мне достались сантехник, крестьянин и младший преподаватель военного училища. То есть это далеко не элит. И тем не менее… Извините, просто если я могу быстро-быстро в скобочках сказать, я не говорил о тех, чьи имена зачитываются. Я говорил о тем, кто эти имена читает. Потому что травма была не у убиенных, а травма может быть у наших современников, которые на них смотрят или о них думают. Но ведь у тех людей, которые не приходят к Соловецкому камню, которые переживают сталинскую эпоху как самую радостную, счастливую, как эпоху свершений, достижений и побед, они испытывают травму при попытке говорить об этих событиях с другой стороны. То есть мне кажется, что мы травматизируемся все и все время в связи с разговором о прошлом. И, конечно, отдельный вопрос, почему оно такое чувствительное, почему именно в России так сильно болит XX век, у меня на самом деле нет ответа на этот вопрос. Но мне кажется, что в целом игнорировать этот вопрос довольно сложно, потому что действительно мы все живем в пространстве, где одно неловко сказанное слово может спровоцировать большую полемику и конфликт. И вы, Юрий, действительно счастливо удалены от нас, потому что вы просто не читали дискуссию по поводу вашей книги «Дом правительства», которая развернулась у нас. Как только она вышла на русском издательстве «Корпус», абсолютно все сочли своим долгом рассказать вам, как именно вы очернили память прекрасной советской эпохи, с одной стороны, с другой стороны, как недостаточно внимания вы уделили страданиям жертв и репрессированных. То есть вы просто действительно, вам, что называется, повезло, что вы далеко от нас живете. Это, мне кажется, тут важно, что не всякая боль есть результат травмы. Я об этом говорил. Я не говорил, что нет боли. Боли много и разногласий еще больше. И все, что вы говорите, конечно, совершенная правда. Но это не значит, что когда-то произошло нечто, в результате чего получилась травма, и кто-то живет с этой травмой и, может быть, ее даже наследует. Я, когда начал преподавать в Америке, не было никакой травмы, ни исторической, и не очень сильно личная была, но не очень много. А сейчас же травма не только у всех, но и у всей истории. Все это, то есть, как бы ее раньше не было, теперь она появилась. Это с точки зрения теории травмы первоначальной, индивидуальной, медицинской, не вполне осмысленно получается, что совершенно не значит, что нету боли, разногласий и не вспыхивает, как сейчас в Америке, ощущение, что история разваливается, или она стремительно меняется, или что, наоборот, она не меняется, а ее надо поменять. Все это, конечно, происходит, это имеет место в России, и сейчас очень остро происходит в Америке. Вопрос в том, является ли понятие травма оптимальным для описания вот этих всех вещей, о которых вы говорите. Хорошо, тогда я позволю обратиться с вопросом к Евгению. Давайте мы слово «травма», как терминологически неточное, терминологически неудобное, вынесем за скобки и заменим его каким-нибудь другим, более нейтральным, менее маркированным термином. И тем не менее, Женя, по крайней мере, в двух своих романах, в «Авиаторе» в первую очередь и в «Оправдание острова» во вторую, ты обращаешься к теме русской истории. В первом случае к истории вполне конкретной, это история человека, ставшего жертвой сталинских репрессий, но при этом трагически не безупречного, не безгрешного. А в «Оправдание острова» ты обращаешься к русской истории в форме метафоры, аллегории и так далее. И вопрос, который я хотела бы задать тебе, несколько перефразировав по справедливому замечанию Юрия употребление термина «травма», насколько вообще осмысленно говорить о прошлом, тыкать своими современными писательскими или академическими рубчиками в то место, где болит, и насколько это может быть продуктивно. Позволяет ли это что-то, если мы исходим из того, что все-таки и задача истории как науки, и задача исторического нарратива как литературы это какое-то исцеление, то способствует ли разговор о болезненном прошлом такого рода исцеления. Да, я все-таки скажу два слова о травме, потому что, мне кажется, мы не напрасно отказываемся от этого слова. Это такое бонмо современного исторического дискурса. Чуть что это травма. И тут ведь в чем проблема? Есть целое множество понятий, которые непереносимы с личности, индивидуальности на общество. Существует ведь две истории. Существует личная история, малая история, и история, так сказать, всеобщая. Они устроены по одним и тем же принципам во многом, но все-таки там есть свои различия. Так, допустим, субъектом нравственности может быть личность, но не может быть народ, не может быть государство, не может быть какая-то группа населения. И вообще говоря, главная история это малая история. Она воспитывает человека. Это история личная. И всеобщая история входит на правах небольшой части в личную историю человека. И вот вопрос возникает о правомерности перенесения некоторых терминов, допустим, с личной истории на историю всеобщую. всеобщую. Травма это не совсем то. Травмы в основном образуются как раз в личной истории. Есть проблема, но это проблема не прошлого, на мой взгляд, а проблема настоящего. Вот посмотрите на то, как возбудилось общество, когда вышла книга Гузель Яхиной «Залиха открывает глаза». Ну, что уж такого там Гузель сказала вредного или плохого, даже если встать на точку зрения вот ее ругателей. Да ничего, никого она особенно не ругает. Она рассказывает о жизни, она рассказывает о совершенно удивительной женщине, которая, преодолевая все, идет вот по страницам романа. И заметьте, основные, так сказать, залпы были сделаны тогда, когда вышел сериал. Вот именно тогда пробудились вот какие-то свои населения, которые можно условно назвать донными, и они, может быть, и книгу-то не читали. Речь идет о чем? Они инструментализируют вот этот текст. Или Сталин это высказывание не о прошлом, это высказывание о настоящем. Ведь, кажется, статистика показывает, что даже те, кто ставит Сталина на пьедестал, они не хотели бы жить в его время. Они хотят жить, чтобы сейчас, но чтобы немножко Сталин был, и все. Поэтому это высказывание о современности. История только инструмент. Я могу, причем, вот иллюстрация к тому, что все исторические, так сказать, реальные лица или фантомы, которые сотворены сейчас, что они по большому счету суть произведения современных умов без относительных историй. Могу рассказать кратко очень забавный случай. По поводу авиатора, значит, у меня там есть такой академик Муромца. Фамилия, которую я просто взял абсолютно из головы, не пытаясь ни на кого намекать. Какая-то дама нашла, значит, что был профессор Муромцев, академик Муромцев, немножко в другое время, немножко другими вещами занимался, но что я фальсифицирую его образ. Значит, этот человек, поскольку стоял у истоков института Гамалеи, он, значит, мои действия направлены вот в этом, так сказать, в это русло и очень трогателен конец. Есть ролик, есть многочисленные тексты выпущены про фальсификацию. Сказано, значит, поэтому исходя из вышеизложенного, я призываю Евгения Бадаласкина не вакцинировать. Это первый пункт. Второй пункт. Я призываю не вакцинировать Пушкинский дом, который терпит такого вредителя в своих рядах. И я призываю не вакцинировать издательство АСТ, которое печатает подобные тексты. Муромцев тот к моему Муромцеву вообще никакого отношения не имеет. Но поскольку всегда существует своя режиссура в событиях реальных, я прочитал, что тот Муромцев на самом деле там какие-то были непонятные ситуации с опытами над заключенными и в общем вся эта история вот таким странным клубком закрутилась. Вот я вчера вернулся из Архангельска, где я был на книжной ярмарке. И там я узнал о своем одном из своих родственников, который был репрессирован в Архангельске трижды в двадцатые трижды был арестован в двадцатые и тридцатые годы, попав в концлагерь в тридцатом году, он просто там умер. И это напечатали в местной газете, и было обсуждение. Я не поверил своим глазам. Почти все говорили, ну как это с такой патетикой об этом рассказывать. Если арестовали, значит был виноват, тем более три раза. случайностей здесь быть не может. И здесь мы должны понимать, что история это только инструмент. И травма, если она есть, если пользоваться этим термином, она здесь, здесь и сейчас. Спасибо большое, Евгений. Я позволю себе прочитать ответ на этот вопрос, который прислала нам Людмила Евгеньевна Улицкая. Простите, пожалуйста. Вот что пишет нам Людмила Евгеньевна. Думаю, что без исторических травм не бывает и коллективной памяти. Именно на исторических травмах и фиксируется коллективная память. Сама постановка вопроса бередить травму или не трогать представляется мне ложной. Историческая память существует вне зависимости от того, как мы относимся к событиям прошлого. По существу заданный вопрос предполагает, что память процесс управляемый. Откуда-то сверху предполагается указание, что следует делать с исторической памятью. Задача современных историков, как мне представляется, устанавливать достоверность и смысл событий. Все интерпретации событий и их художественная обработка задачи людей иных специальностей. Ответ однозначно – исследовать. То есть, в сущности, Улицкая говорит нам о том, что мы должны погружаться в прошлое, исследовать его, не считаясь с теми, с той болью, с теми проблемами, которые извлечение этого прошлого на поверхность может за собой повлечь. И я тогда хотела бы перейти к следующему моему вопросу, который уже более инструментален. Евгений сказал, что история – это в сущности инструменты, что, говоря о прошлом, мы говорим на самом деле о настоящем. И более того, я как историк могу сказать, что, я тоже по образованию историк, я могу сказать, что каждое следующее поколение задает одним и тем же историческим источникам новые вопросы. И, соответственно, история меняется для каждого поколения. И те вопросы, которые мы задаем прошлому, они связаны с той реальностью, в которой мы живем. И если сегодня нам вдруг стало важным выяснить, был ли Сталин эффективным менеджером или кровавым тираном, или того и другого понемножку или еще что-нибудь, то это скорее говорит о нас, чем о Сталине или о его эпохе. Все так. То есть травматизируемся мы, грубо говоря, сегодня, а не прошлом. Но, тем не менее, поговорим об инструментах выражения в этой сфере. Вот у нас есть большая кровоточащая рана на месте прошлого. Мы уже поняли, что с прошлым как таковым, она связана посредом. Это рана сегодняшняя, которая так или иначе относится, атрибутируется к истории. И в связи с этим вопрос, а как, если мы все-таки пользуемся рекомендацией Людмилы Улицкой и исходим из того, что говорить все равно надо. Мы должны говорить о прошлом, должны его исследовать, невзирая на то, что тем самым причиняем боль. Но как можно говорить о прошлом и можно ли выбрать какую-то такую модальность речи, чтобы не причинять своей аудитории, аудитория сегодня весьма широка, излишнее страдание. Юрий, как вы думаете, что нужно сделать с выбором стилистического регистра для того, чтобы слушателю или читателю было минимально больно и чтобы процесс был максимально продуктивным? Во-первых, мне кажется, что можно писать о прошлом и никого не обижать. Я думаю, что если пойти в книжный магазин, в исторический отдел и посмотреть на большинство книг, то они, наверное, никого не обижают. Или, по крайней мере, многие из них не обижают. Зависит от того, действительно, какое это имеет отношение к нынешним больным вопросам. Не все книжки, которые пишут академические историки, имеют прямое отношение к этим болевым точкам, о которых вы говорили. А если мы все более-менее знаем, все историки понимают, какие точки являются болевыми, более-менее. И делают свой выбор. И я думаю, что когда ты пишешь на такую тему, ты понимаешь, что кому-то будет неприятно, кто-то очень рассердится, кто-то обидится, кому-то может быть будет больно. Но это, мне кажется, для историка не первой важности вопрос. Потому что я в этом согласился бы с Людмилой Улицкой в том, что наша первая задача это как можно больше узнать о том, что произошло. Ну и все-таки какую-то попытку интерпретации провести. А как это отражается в современном мире вопрос второстепенный. Хотя я могу себе представить и собственно знаю многих историков, для которых это вопрос первостепенный. Только они хотят участвовать в современной дискуссии, хотят ответить на какие-то наболевшие вопросы или просто хотят причинить кому-то боли неприятности. От этого они не перестают, то есть не обязательно перестают быть хорошими историками, если они соответствующим образом обращаются с материалом, умеют выстроить повествование и так далее. То есть мне кажется, что в некоторых странах, как сейчас в Америке и сейчас в России действительно гораздо больше проблем с прошлым, что оно не устоявшееся и оно иногда и страшное может быть. Сейчас вот я сейчас нахожусь в Латвии, гораздо меньше боли или по крайней мере вот у меня сейчас лежит на столе учебник Латвии для школ. Там с точки зрения консенсуса здешнего общества в общем ничего такого заслуживающего кровопролитных сражений нет. То есть это речь идет действительно о некоторых обществах в определенный период. Но конечно кто-то кто-то обидится ну и что теперь делать. Это кстати вот я если еще одну вещь могу сказать это в гораздо большей степени относится к моей предыдущей книжке по еврейской истории. где я конечно знал что очень многие обидятся но мне очень хотелось что-то сказать о том что я увидел и что мне показалось осмысленно и важно невзирая ну и отчасти бывает что если люди обижаются и сердятся то обсуждение веселей и интереснее. Ну во-первых я позволю себе заметить что все-таки насчет Латвии я просто много лет прожила ну довольно много времени провела в Латвии и как раз мне кажется что в Латвии вся история это одна большая сплошная болячка достаточно сходить на экскурсию в музей оккупации который я вам очень советую сходить если вы туда еще не дошли я был да ну то есть если ходить туда с экскурсоводом то количество боли которая прольется на слушателя будет совершенно колоссально потому что действительно латышам тоже есть что вспомнить безусловно но я говорил не об этом сколько сколько шей которые бы с этим экскурсоводом не согласились и которые пошли бы говорить что это никакая не оккупация советский период был замечательный был пол достижения таких латышей можно пересчитать на пальцах ну двух может ну трех другое дело что в Латвии живут не только латыши но я говорил в данном случае о латышах и там несогласия ну как бы предметов о которых люди до боли и до крика спорят не очень много потому что все согласны что депортации были ужасны и советская власть была оккупацией и немецкое ермо многовековое тоже было плохое но может быть не такой плохой как советское но тоже плохой то есть внутренне существуют конечно всякие несогласия и сражения и прочее но это никак не сравнимо с тем что происходит в Америке или в России где действительно вы придете в такой музей ГУЛАГа или кого угодно там великой победы и нетрудно найти людей российских граждан у которых будет прямо противоположная точка зрения на этот вопрос которые не захотят туда идти или захотят побить этого экскурсовода здесь ситуация по крайней мере в этнической латышской среде совсем другая хорошо я тогда позволю себе сформулировать гипотезу которая у меня возникла куда я слушала вас я вот прямо сейчас прочла замечательную довольно свежую монографию о климате у Фукидида о том как Фукидид описывает события связанные с климатом которые довольно интересны просто действительно раньше исследователи мало обращались к этой тематике и я с удивлением обнаружила что да это книга которая абсолютно никого не обидела в ней нету никакого отклика на актуальное событие в ней действительно очень трудно усмотреть болезненную параллель с днем сегодняшним но понятно что Фукидид и Древняя Греция это все-таки правда довольно далекая от нас тема которую трудно привязать к нашей актуальной повестке но я могу представить себе множество других исследований которые не вызовут болезненной реакции просто в силу того что они очень академичны вот Евгений совершенно справедливо сказал что великий скандал связанный с романом Гузель Яхиной Зулейха открывает глаза начался не в тот момент когда вышел роман и даже не в тот момент когда роман стал бесцельным а в тот момент когда он стал сериалом и его посмотрело множество людей которые думают как-то совсем иначе об этой эпохе которые увидели там оскорбление своих персональных ценностей и вообще попрание всего светлого и добр и тогда вопрос если для того чтобы никого не обидеть надо говорить максимально академично нужно максимально воздерживаться от исторических параллелей от апелляций к современности и вообще по возможности разговаривать на академическом птичьем языке для того чтобы лишние люди тебя не поняли и не прочитали то возникает вопрос к вам обоим на самом деле коллеги и вы Юрий и вы Евгений не выбираете для себя вот этот академический затворнический путь я знаю многих ученых которые вполне занимаются исследованием сталинской эпохи но при этом они это делают так что кроме коллег специалистов их никто не прочтет и вы и вы пишите с расчетом на гораздо более широкую аудиторию могу ли я на этом основании сделать вывод что некоторый элемент обижания некоторый элемент причинения боли вашему читателю вы воспринимаете как ну как честную плату за то что вы делаете как осознанный и просчитанный элемент вашей работы я наверное если можете Юрий вы тоже ответите а потом Женя расскажет что он об этом думает да я с вами совершенно согласен при этом совершенно не обязательно иметь ввиду кого-то обидеть но я понимаю например что когда я пишу о старых большевиках я понимаю что если я даже просто покажу их как людей и расскажу как они жили во что верили и как они умерли то кто-то сочтет что я их недостаточно заклеймил а кто-то сочтет наоборот и что теперь делать и это с этим надо жить но я при этом сказал бы что все-таки не обязательно писать скучно или писать узко академично чтобы рассказать историю которое не очень обидное и не очень сенсационное и не очень сиюминутное да есть много замечательных историй там представьте себе историю одной деревни причем какой-нибудь там в средние века или очень много замечательных историй замечательно написанных и которые интересно читать и которые более того делаются очень популярным и имеет некоторый, а иногда и достаточно серьезный отклик в обществе, но речь не идет об обиде, о страдании и о каких-то конфликтах политических. То есть это действительно, я с вами соглашусь, но скажу, что все-таки довольно много есть исторических работ, которые одновременно интересно написаны и написаны не суконным и не языком, и не скучно, и при этом не обязательно все время вот на тему, которая сейчас будоражит умы. Женя, спасибо большое, Юрий. Евгения, вы что скажете по поводу вашего... Я пишу уж точно не для того, чтобы кого-то обидеть. Я в жизни вполне мирный человек, у меня нет такой задачи, я не получаю при этом удовольствия, но я позволяю себе говорить то, что считаю нужным, вот, и действительно не птичьим языком, потому что тогда, может быть, зачем и писать, если ты говоришь так, что тебя никто не слышит, вот, для тех, кто понимает. Тут ведь вот в чем дело. Обиженные будут всегда, по крайней мере, в нашем обществе и в нашем, на нашем этапе цивилизации. Я имею в виду новое время, то, что пришло после Средневековья. Вот тут уже прозвучало слово Средневековье, и мне кажется, оно многому может нас научить, научить не в том смысле, что нам нужно так действовать, а понять, что происходит с нами, как уезжать в другую страну, чтобы понять свое собственное. И вот в Средневековье, я приведу пример, который очень люблю. Поиск временных лет описывает нашествие Руси на Константинополь. И это описание автор берет из хроники Георгия Маркова. То есть это глазами византийца сделанное описание. Там рассказывают о том, как захватчики прибивали к шляпы, к головам. В общем, красивого там было немного. И казалось, что вот тут-то для условного Нестора и пришел момент отредактировать этот сюжет. Он его помещает слово в слово. Он, который какие-то вещи редактирует, тут не вмешивается. И вот в соответствии со средневековыми правилами работы с текстами, он просто компилирует новый текст, более совершенный, как ему кажется. И чему эта история нас учит? Он оставляет все так. Дело в том, что у него нет позиции, так сказать, условно говоря, патриотизма, как сказали бы сейчас, государственного или русского патриотизма. Он абсолютно спокойно описывает эту ситуацию с осуждением. Дело в том, что существовал некий наднациональный взгляд. Это был взгляд религиозный. Разумеется, это был не универсальный в полном смысле взгляд, потому что это касалось только христианской векумены. Но в пределах христианского мира этот взгляд был универсален. И это позволяло рассуждать с позицией добра и зла, как таковых, о любом деянии. Вот эта позиция, условно говоря, сверху. Сейчас существует только позиция сбоку. Никаких универсальных точек видения сейчас нет, нигде. Я не говорю о христианстве или о любой другой религии. Просто сейчас, даже если оперировать таким понятием, как нравственность, общей нравственности для всех нет. У людей очень разное представление о нравственном поведении. И вот сейчас история пишется либо с позиции какого-то народа, либо с позиции какого-то социума, либо еще там с самых разных позиций. Но вот этого взгляда сверху нет. Который, даже если не брать религию, а просто нравственный момент, он мог бы дать такой взгляд сверху. Его нет. И, разумеется, если ты наблюдаешь все сбоку, то те, кто тебя окружает, конечно, они с тобой не согласятся. Тут запрограммирован конфликт. И ничего с этим не сделать. Но все-таки человек, собственно говоря, и выжил, потому что у него были некоторые представления о правильном и неправильном поведении. Иными словами, нравственности. Более того, почти любую религию и светскую нравственность можно уложить во фразу «не делай ближнему того, чего ты не сделал бы себе». То есть какие-то точки для диалога есть. Но на эти точки становятся очень неохотно. И вот пока все будет существовать в нынешнем виде, вряд ли кто-то уйдет совсем уж не обиженным. Но что важно, к чему, собственно, я все это веду? К тому, что да, это больно, да, это неприятно. И хорошо, если бы было меньше боли. Но если ты не будешь чувствовать боль, когда тебе рассказывают о том, как убивают человека и как это хорошо, то ты будешь сам это делать. Или будешь делать еще раз, если ты это делал. Это вопрос того, что в религии называется покаянием, в светской эти вопросам осознания ошибок, преступлений. И если мы будем продолжать делать вид, что ничего не произошло, что был хороший человек, ел людей, но иногда угощал детей конфетами, что он был разный, тогда мы будем, вероятно, обречены на вот такой замкнутый круг без всякой надежды. Надежда состоит в том, что человек осознает нравственный урок истории, не политический. Политический история ничему не учит, потому что никогда не повторяются те же события, и те же люди не собираются с прежними целями в том же месте. Но повторяется нравственный урок. И вот, собственно говоря, этот нравственный урок и включает элемент боли. Спасибо большое. Я позволю себе еще раз зачитать, что пишет нам по этому поводу Людмила Евгеньевна. Я сформулировала вопрос, как можно ли писать о прошлом и никого не обидеть. У истории нет эмоциональных задач любить, обидеть, ненавидеть. Писать надо правду, как она видится автору. А читатели, имеющие разнообразные свидетельства об описанных событиях с точки зрения палача, с точки зрения обвиняемого, с точки зрения человека из толпы, могут составить собственное мнение. И вот тут мы переходим, как мне кажется, к еще одному очень важному вопросу, причем, насколько я могу судить, вопросу примерно в равной степени важному и для России современной, и для современной Америки. А именно к некоторому контролю за тем, что говорится и пишется о прошлом. В России сейчас это выражается в том, что у нас, например, принят страннейший закон о уголовном преследовании за искажение информации о Второй мировой войне. Понятно, что этот закон, он, по сути дела, безумен. И кроме того, что он безумен, он еще крайне сложен в правоприменении, потому что таким образом оказывается, что есть некоторая обязательная, непреложная правда, по поводу которой достигнут консенсус, которая не подлежит пересмотру. А если обнаруживаются какие-то новые факты, которые требуют изменения этой прекрасной картины, то тем хуже для фактов или тем хуже для того исследователя, который попытается ввести эти новые факты в обиход. Если я правильно понимаю, в Америке, конечно же, это встроено иначе, но, тем не менее, существует некоторый прессинг на уровне общественного мнения, которое тоже некоторым образом табуирует определенные ракурсы при разговоре о прошлом. И вот тут важный вопрос. Должен ли и может ли вообще кто-то брать на себя ответственность за то, чтобы контролировать и направлять вот этот разговор о прошлом? Я просто хочу чуть-чуть забежать вперед и упредить, по крайней мере, часть возможных выражений, что, с одной стороны, конечно же, кажется, что ответ очевиден. Мы должны говорить правду такой, какой мы ее видим. Но ведь есть же еще люди, которые говорят правду, какой они ее видят. И, например, эти люди – это сторонники, скажем, новой хронологии, которая – это такое для тех, кто не знает, слава богу, что вы этого не знаете, это довольно неприятная часть российской такой субакадемической жизни. Это есть такое учение, сформированное, к сожалению, настоящим практикующим, великим математиком, академиком Фоменко. В тот момент осознал себя в таком прошлом и пришел к парадоксальным выводам, что никакого прошлого, в общем, не было. Что вся европейская история укладывается в 400-500 лет, что все, что ей предшествовало, это какие-то мифологемы и искусственные конструкты. И, в общем, это то, на что положиться совершенно невозможно. Вот. И понятно, что, когда транслирование такого, будем называть вещи своими именами, горячешного бреда происходит в публичном пространстве, это, в общем, некоторая проблема. И, конечно, хорошо бы кто-нибудь запретил этим прекрасным людям говорить публично о нашем прошлом. То самое можно сказать о любых сторонниках, любых уже научных версий, касающихся прошлым. То есть, с одной стороны, казалось бы, мы должны допускать свободу разговора о прошлом, с другой стороны, очень легко попасть в точку, где все мнения окажутся уравны, где мнение нормального академического историка окажется равно, по крайней мере, в массовом сознании, мнению абсолютного профана, а иногда и активного шарлатана. Что делать? Есть ли возможность каким-то способом контролировать разговор о прошлом, или пускай все говорят, что хотят, а что многие люди будут введены в заблуждение, так и Бог возьмите? Юрий, как вы думаете? Я думаю, что все цветы должны, как это по-русски, я, в общем, что все цветы должны цвести, что пусть говорят все, что угодно, в академической среде есть на этот счет свои препоны и тесты. Ты подаешь статью в журнал, там ее посылают анонимным рецензентам, и есть так называемый peer review, то же самое, когда ты рукопись представляешь в издательство, и есть вот эта система. Но системы эти иногда рушатся, сменяются другими. Очень часто все-таки есть известный тип сумасшедшего ученого, очень часто они являются родоначальниками замечательных каких-то открытий. Многое из того, что находится в русле традиционных религий с точки зрения светского историка является абсурдом. Ну, не запрещать же в самом деле. Поэтому мне кажется, но при этом скажу, что, конечно, без регламентации обойтись невозможно, потому что мы живем в государствах, у каждого государства есть свой взгляд на то, откуда оно пошло, зачем оно нужно, чем оно отличается от других государств. И что объединяет граждан в какое-то осмысленное сообщество, обычно нацию. И вот такого рода вещи представляются обычно в школьных учебниках истории. то есть мне кажется, что в книжном магазине может быть все, что угодно. Я, кстати, не знаю, последнее время, я еще из-за карантина давно не был в России, но, скажем, лет 10 тому назад еще в русском книжном магазине спектр мнений был шире, чем в американском книжном академическом магазине, в том числе и потому, что были представлены какие-то в том числе совершенно абсурдные точки зрения, какие-то дикие теории. Мне это нравится, мне кажется, что так лучше. Хотя это и свидетельствует о некотором неблагополучии в обществе, может быть. Но просто закончу вот то, о чем я сейчас говорил, это что от школьных учебников никуда не денешься. Всякое, если есть государство, значит, есть какая-то идеология, а эта идеология коренится в прошлом, и, соответственно, тогда дети должны как-то учиться гражданственности, им должны объяснять почему, что значит быть американцем, например. Сейчас это в России с этим сложно, в Америке сейчас совсем непонятно как. Опять же, скажем, для этнических латышей очень все просто обстоит. Но если ты так или иначе, кто-то должен и в общем везде школьные учебники так или иначе регламентируются или государством, или какими-то, как в Америке, окологосударственными какими-то бюрократическими структурами. но это отдельный вопрос, это разговор не вполне тот на ту же тему, на которую вы говорили в связи с тем, можно ли Фоменко, должен ли кто-то говорить, что Фоменко это абсурд, или не просто говорить, а говорить, что давайте такую ахинею не печатать. Например, мне кажется, что есть в том числе мой коллега и свой коллега Евгения Сергей Иванов византинист так интересно писал, например, Афоменко, у меня один аспират написал замечательную диссертацию о его чего-то, которая интересна по самым разным причинам, что и слава Богу, что его печатают, и слава Богу, что о нем спорят, и слава Богу, что о нем что-то пишут. А у вас нет тревоги, что таким образом история может попасть, то есть множество людей верят в эту глупость. Ну, честно, мы понимаем, что многие люди, не имеющие какого-нибудь, какой-нибудь академической подготовки, встречаясь с теорией Фоменко, легко и радостно ее принимают на веру, ровно потому, что она очень удобная, она простая, она все объясняет, она дает ответы на все вопросы, что это русские, русские, потому что слово похожее, ну и так далее. Иерусалим, там тоже есть корень рус, наверное, это новый Иерусалим, и разницы никакой. Ну, то есть очень удобно, все и столько учить не надо. И таким образом происходит примерно то, с чем, скажем, в сфере естественных наук очень ревностно борются эволюционисты. Великая битва между учеными-эволюционистами и креационистами. И эволюционисты в этой битве не то чтобы проигрывают, но дела их не очень хороши, потому что идея божественного замысла, идея божественного сотворения, минующая всей скучная идея о том, как земноводные отращивали себе легкие, все эти вещи, они побеждают. У вас нет опасения, что в какой-то день мы проснемся, а, скажем, в российском парламенте уже обсуждается вопрос, не переписать ли школьный учебник истории в соответствии с прекрасными, удобными, понятными и очень популярными идеями академика Фоменко. Вот нет такого опасения? Вот, Юрий, я спрашиваю вас. Такого, пожалуйста, у меня все-таки, да, мне кажется, что то, что вы назвали вот этот российский закон ужасным или как-то еще назвали, в общем, не комплементарно о нем отозвались. Я с вами совершенно согласен, пусть не лезут лучше, а пусть мы будем сами в книжном магазине решать, что нам читать, и пусть там лежит Фоменко, но опять же, с точки зрения не члена сообщества, большая часть того, что говорит пророк в определенной религиозной традиции является абсурдом. Большая часть предсказаний, которые они делают, не сбывается. Ну и что теперь говорить, запрещать этим людям, запрещать большую часть того, что с точки зрения светского историка является абсурдом, или даже, ну можно сказать, ладно, это отдельная сфера, а это как бы тут претензия на научность. Но то же самое можно сказать про марксизм. Ну что, сказали, что будет коммунизм, наступит обязательно. И отступит по таким-то причинам. Ну, не наступил, и понятно, что вряд ли наступит. И что теперь нам делать с этим? Запрещать? Нет, мне кажется, что у меня опасения гораздо больше в другом направлении. Хорошо. Евгений, а ты как думаешь, что можно сказать о необходимости контролировать разговор о прошлом? Мне кажется, нужно внимательно за ним следить, но не контролировать. И следить не какими-то государственными методами, а следить самой науки. Допустим, я видел полемику Пушкина-Домского исследователя Олега Викторовича Творогова и Носовского или каких-то сторонников теории Фоменко и Носовского. Когда человек с ясным сознанием начинает об этом говорить с представителями этой теории, мне кажется, что большего фиаско представители теории Фоменко не могут потерпеть. Ну, допустим, там они говорят все рукописи, начиная с Романовых, подделаны. чтобы изменить историю. Я помню, Олег Викторович, он кивает, говорит, хорошо, значит, зачем, зачем, ну, он говорит, вот, создать новую историю. Он говорит, как, как их можно было подделать все. Ну, условно говоря, то есть, они разбросаны между монастырями, были между скрипториями монастырскими. Добраться было и по более важным поводам невозможно. А уж, чтобы подделывать рукописи, это, ну, то есть, вот, эта маразматическая логика была совершенно очевидна, и тут не требуется никаких вмешательств. А вместе с тем, если государство начинает вмешиваться в эти дела, а вмешивается оно всегда, как слон в посудной лавке, это в природе наших людей, если запрещают, значит, что-то в этом есть. У меня был водопроводчик и говорит, что вы думаете о теории Фоменко. Вот, я, в общем, причем, чинил он плохо, ничего не не починил. Я понимаю, что если бы он занимался своим прямым делом, было бы гораздо лучше, но я ему все равно рассказал, что я думаю об этой теории. этот человек изменил свое мнение. И я думаю, что одна истина влечет за собой другую. Я думаю, что он и чинить стал лучше, и работу свою выполнять стал лучше. На самом деле теории заговоров возникают именно тогда, когда государство начинает управлять, что-то изменять, даже из благих побуждений. Именно тогда возникает некоторое опасение, что все делается не зря, так же, как, допустим, ситуация с вакциной. Надо вакцинироваться, это понятно. Даже тем, кому запрещают зафальсификацию истории. Но если это будет обязательно введено, я думаю, что вот те странные высказывания о том, что это заговоры, что-то такое, они только обретут почву. Поэтому надо полагаться, на некое разумное состояние общества. Общество в этом состоянии не всегда это правда. Но обычно общество все-таки стоит на разумных позициях. И оно само отношением, высказываниями, оно регулирует ситуацию. И не надо никаких зверских законов. В этом мое глубокое убеждение. Мало того, что они унизительны для тех, кто привык думать, сопоставлять, делать собственные выводы, они еще контрпродуктивны. Галя, звук. Да, спрошу прощения. Я спрошу про неприятное, а именно про закон об отрицании Холокоста. Его тоже отменим? Коллеги, нужен закон об отрицании Холокоста в Германии или без него уже обойдемся? Вам не нужно. тоже не нужно? Не, не нужно. Женя? Я думаю, что здесь особая ситуация. Здесь гибель такого количества людей, что есть вещи, которые выносятся в какую-то особую графу. И если бы не было прецедента и этого страшного пути, то в общем-то и не нужно было бы, но когда это начинает инструментализировать в негодных целях, то может быть и нужен. Или допустим вот аналогичная ситуация в отношении армян, когда отрицается вообще, что что-то с ними было. Это ведь не вопрос чистых знаний. Это вопрос борьбы, борьбы кровавой и вопрос не прошлого, а будущего. Поэтому одно дело, дело, когда это академическая сфера. И здесь то, о чем я говорю, абсолютно однозначно должно быть свобода делать выводы, строить свои предположения. Но там, где это переходит, нет никаких общих законов без исключений. Исключения на самом деле только подтверждают правила. И ситуативно где-то надо вмешиваться и регулировать там, где это выходит за сферу чистой науки. Тогда объясни мне, пожалуйста, а в чем разница между этим законом об отрицании Холокоста и законом о уголовной ответственности за призыв к пересмотру каких-то фактов, связанных с Великой Отечественной войной. Потому что по масштабу трагедии и Вторая мировая война и Холокост это, в общем, сопоставимые вещи. И постулируется, что этот закон нужен для того, чтобы никогда не повторилась ситуация с нацизмом. В принципе, та же самая история. Я не думаю, что ситуация та же самая, потому что в случае отрицания каких-то вещей в отношении войны, их у нас, если они есть, то они не составляют никоим образом большинство населения. В отношении войны у нас все-таки в обществе консенсус. И все понимают, что это ужасно. А мы это, собственно говоря, действие, сфера действия этого закона. Там, где, допустим, отрицают или смотрят на войну иначе, там наши законы все равно не действуют. надо всегда смотреть на конкретную ситуацию. У нас она такова, что по поводу войны у нас нет сколько-нибудь значимых групп населения, которые бы отрицали трагизм этот и все, с чем для нас связана война. Поэтому здесь, мне кажется, опора просто на общественное мнение и общественное отношение к этому. Это разные вещи. И мне кажется, что от разговора о регламентации взгляда на историю можно перейти к следующей важной теме, а именно к регламентации персоны, которая кто говорит об истории. Совсем недавно в России разразился еще один скандал, связанный все с той же многострадальной писательницей Гузель Яхиной. И на этот раз скандал был связан с обвинением в плагиате. Для своего нового романа Эшелон Масамарганд Гузель Яхина в том числе использовала материалы, которые нашел, обнаружил и частично опубликовал историк-архивист Григорий Цеденков. И Григорий Цеденков обвинил Яхину в плагиате на том основании, что в своей работе для своего романа она использует чужую информацию, чужие данные. И это соответственно одна, один ракурс этой проблемы. Кто может говорить о прошлом. Только тот, кто его, что называется, руками потрогал, кто его раскопал, восстановил и описал, или тут, что называется, авторское право не распространяется. У этой проблемы есть и другой ракурс. Я в прошлом году делала интервью с совершенно замечательным американским писателем Ветхайнгуэн. Не знаю, как он произносится в американской традиции, автор романов Committed и Господи, боже мой, замкнуло. Подскажите мне, вы все знаете. Нет, включите микрофон, так не слышно. Тина. Ocean, I think. Вы повторяете? Нет, сейчас я скажу, сейчас я скажу. Сейчас, одну секунду, простите, меня замкнуло. Это такое редко, но бывает. Может быть, sympathizer. Sympathizer, конечно, простите, вот что бывает с человеком, который слишком много читает. Рано или поздно это происходит. Да, так вот, и Нгуэн сказал, что в литературе сейчас наблюдается странная ситуация, что с одной стороны говорить о вьетнамском наследии, о вьетнамской истории имеют преимущественное право люди, имеющие вьетнамское происхождение. Но из этого следует парадоксальная ситуация. Если ты носитель этого самого вьетнамского наследия, то ты оказываешься ограничен. От тебя ждут, что ты будешь говорить о вьетнамском наследии. Если же ты хочешь говорить о чем-то другом, то это воспринимается как нечто странное. Таким образом, мы попадаем в странную ситуацию, когда какие-то общие глобальные темы резервируются за определенными категориями людей, а другие представители каких-то других социальных групп оказываются вынуждены, вытеснены в пространство, связанное с их наследием. Женщины должны заниматься gender studies. Потомки вьетнамцев должны изучать вьетнамскую историю или писать о вьетнамской истории. Писатели должны пользоваться только теми материалами, которые они сами непосредственно извлекли из архивов. Во всех прочих случаях они такого делать не должны. Словом, мы попадаем в странную ловушку, когда исследователь и писатель тоже оказывается ограничен какими-то совершенно внешними формальными рамками. Я совсем недавно писала научную статью, в которой меня спросили, почему же вы, будучи женщиной, так мало внимания уделяете гендерному аспекту рассматриваемой проблемой. и это конечно, я это воспринимаю в некотором смысле как давление. Если я женщина, это не обязательно означает, что я должна интересоваться гендерными проблемами. Не все потомки выходов из Малой Азии должны обязательно интересоваться своим национальным наследием. и коротко говоря, как вы относитесь к этим разнообразным ограничениям того не бери, всего не бери, туда не ходи, это не твое, такое брать нельзя и так далее, которое, как мне кажется, сегодня все больше и больше сковывает исследователя, чем бы он не занимался, и в том числе не только исследователя, но и писателя, но и романиста, когда вдруг оказывается, что романист тоже может пользоваться не всем и не все ему доступно. Женя, давай начнем в этот раз с тебя, как ты видишь эту ситуацию, как ты относишься к этим ограничениям? Ну, вот конкретно по ситуации с Гузель и Циденковым, я считаю, что это просто в чистом виде абсурд, потому что каким может быть плагиат в отношении научного труда, если я не знаю степень научности его трудов, но в любом случае это все равно, что сравнивать горячее с зеленым, это вещи, которые абсолютно в разных плоскостях лежат, они устроены иначе, они имеют разные цели. Ну, были такие вещи, допустим, я так припоминаю, что вот когда-то по поводу доктора Фаустуса Томасу Ману стали говорить о том, что об отональной музыке писали, ну, писали, ну и что, и какое-то имеет значение для мировой литературы, мало ли о чем писали, а здесь идет речь о том, что, понимаете, мне кажется, это очень важная тема, потому что сейчас, я заметил, начали ставить источники, источник художественного произведения, ну, тогда надо было Шекспиру в отношении Гамлета все указать источники, тогда Пушкину надо было в отношении песни о вещи Малеги как-то объясняться, и вся мировая культура стоит на взаимопоглощении текстов, обмене текстов фрагментами, и это нормально, а если взять постмодернизм, который принципиально фрагментарен, который стоит на том, что он жонглирует фрагментами текста и идеологемами, философемами, мы так можем далеко зайти, и, кстати говоря, вот есть еще одна проблема смежная, сейчас даже цитировать нельзя, в научном издании сидят значит очень энергичные люди, которых нанимают, чтобы они отслеживали строки современных поэтов, несовременных поэтов, допустим, середины века, конца века, в исследованиях и выставляли счета, вот, это порочная практика, от этого надо уйти и, безусловно, то, что вот произошло, причем вся прогрессивная общественность тут же уцепилась за этот мнемый плагиат, они слова-то такого не знали, а тут плагиат украло, и вот все эти жуткие названия, у меня был случай несколько раз выступить в защиту Гузель, который я, который и творчеству, к которой я очень хорошо отношусь, вот, но это не ее личное, так сказать, личный случай, это то, что может ожидать всех нас, если мы пойдем по этой дорожке. Галя, звук. Да, прошу прощения. Хорошо, тогда вторую половину моего вопроса. я поняла про то, что исследователь и писатель не должны быть связаны жесткими нормами цитирования. Понятно, что если ты приводишь прямую цитату, то, вероятно, хорошо бы все-таки указать, откуда она взялась, но все прочее можно использовать без особой оглядки. А я тогда вторую половину своего вопроса о том, что же делать с этой добровольно-принудительной сегрегацией, когда оказывается, что женщины должны писать о женском, русские должны писать о русском, вьетнамцы должны писать о вьетнамском, и в результате оказывается, что мы попадаем в ту же самую точку, колониальную точку, когда если вы женщина, то зачем вам писать о глобальных вещах, напишите лучше, пойдите лучше повышевайте, грубо говоря, или рисуйте акварелью, у вас так мило это получается. Вот как вы, Юрий, видите эту ситуацию, не вызывает ли она у вас какой-то беспокоенности, и что вы думаете о концепте культурной апроприации, который тоже меня на самом деле очень беспокоит, интересует и тревожит в последние годы. Ну, я отношусь к этому, я думаю, так же, как вы, вы ответили на ваш собственный вопрос, мне кажется, что это, конечно, когда человека принуждают к чему-то, говорят, что если ты русский, пиши о русских, а женщины должны писать о женщинах, а если вы русская женщина, то давайте пишите о русских женщинах, конечно, это абсурд, о чем мы о том не пишем. я, например, занимаюсь Россией, потому что я хотел заниматься африканской историей, но в аспирантуре я зарабатывал на жизнь тем, чтобы преподавал русский язык разговорный на славянском факультете, мне надо было что-то писать о России, чтобы оправдать свое там нахождение, и я в результате нашел какую-то тему, про малые народы севера, который в наибольшей степени соответствовал моим интересам, которые возникли из чтения об истории Африки. То есть, тут, по-моему, вы ответили на ваши вопросы, я с вашим ответом совершенно согласен. Я также относюсь к культурной апроприации, но я бы сказал на тему, собственно, вашу первую, к тому, что говорил Евгений, что это серьезный вопрос на самом деле. Очень часто бывают литературные скандалы, например, кто-то написал более или менее билетаризованные воспоминания, и кто-то себя узнал, и более того, что еще хуже, узнал там свою исповедь, или нашел там свои письма, или рассказ о любви, которое не предназначалось для публичного потребления. Все это очень важный вопрос. И когда я не знаю деталей, я читал о том, что о скандале вокруг этой книги с обвинениями в социальной плагиати, я ничего об этом не знаю, но, конечно, в принципе, это очень серьезный вопрос, даже не с точки зрения чисто академических обсуждений, каких-то обещаний этим не заниматься, более или менее понятны люди, которые занимаются историей, что такое плагиат. Но даже если это не очень понятно, это, тем не менее, заслуживает серьезного обдумывания. То есть, если кто-то собирал материал или принес вам семейный архив и что-то сказал или не сказал, в общем, тут как-то надо с этим быть. Я, например, вот в книжке про дом правительства я очень много чего не включил, просто потому, что я узнал что-то про людей, что я думал не надо придавать огласки, в том числе людей, которые мне что-то рассказывали, а потом я иду в архив и нахожу что-то не вполне то самое. Про кого-то я увидел, что замечательная женщина, с которой я очень подружился, 90-летняя. я нашел ее письмо 37-го года, где она пишет о том, как она работает осведомитель. И, с одной стороны, это была бы замечательная летка, но как-то я не сильно сомневался о том, следует ли мне это включать, и, конечно, этого не включил. То есть тут, но тут единственное, что скажу, что такого рода вопросы не специально исторические или для билетристов, романистов. Это как бы все люди, которые пишут или так или иначе занимаются прошлым, у них возникают такого рода проблемы. То есть я бы не сказал, я бы этого не регламентировал, но я, безусловно, ожидал бы от исследователя или романиста, что он, она будут думать о том, что и как они используют, и чьи семейные тайны они придают придают поглазки. Да, на самом деле мне кажется, что я слушаю наших собеседников и у меня начало возникать ощущение, что мы на самом деле обсуждаем возможность или необходимость регламентации того, что традиционно всегда относилось к сфере этики, то есть к сфере не подлежащей жесткой регламентации, то есть сегодняшнее общество в значительной степени действительно пытается какими-то способами регламентировать то, что раньше оставалось, грубо говоря, на совести исследователя. И в самом деле очень часто бывает, что женщине-исследователю гораздо больше есть чего сказать о судьбе и роли женщин в истории, но это далеко не означает, что это ее право или хуже того обязанность. И точно так же очевидно у потомка какого-либо народа больше возможностей для того, чтобы говорить об этом народе, чем у других людей, но это никоим образом его не ограничивает. И да, хорошо, если писатель сошлется на свой источник и поблагодарит его, и задумается о том, не причинит ли он страдания своему источнику, но это не подлежит какой-то жесткой регламентации. У нас осталось на самом деле всего 15 минут, и мне кажется, что было бы справедливо дать возможность задать свои вопросы нашим слушателям. Мне кажется, что у нас много есть увлекательных тем, которые мы могли бы еще обсудить, но будет здорово, если вы тоже поучаствуете в нашей дискуссии, о чем-нибудь нас спросите, меня, Юрия или Евгения, или вы скажите какие-то возможно собственные соображения о том, что вам кажется важным, интересным или может быть тревожным в той предметной сфере, которую мы сегодня обсуждали.